Сегодня мы будем решать третью лабораторную работу вычислительных методов алгебры и эта лабораторная работа называется итерационные методы решения систем линейных алгебрических уравнений то есть есть уравнение АХ равняется F с квадратной матрицей порядка N и мы должны найти тот самый Х Мы будем рассматривать три метода это метод градиентного спуска, метод минимальных невязок и метод релаксации Здесь описано то, что нам необходимо сделать это во-первых ограничение на итерации, это норма есть или и количество итераций, которые выходят больше чем за 5000 Давайте почитаем, что нужно сделать еще Эти три метода работают с симметрической положительно определенной матрицей поэтому тут описано, как создать симметрическую положительно определенную матрицу с диагональным преобладанием и да, просто тут описание того то есть генерируем нижнюю половину, потом симметрично делаем верхнюю и заполняем диагональные элементы с помощью числа вот такого вот из интервала чтобы условие соблюдалось какое-то Также зададим точное решение от 1 до N и получим правую часть, просто умножив А на это точное решение Теперь же перейдем к своим заданиям необходимо решить систему линейных алгебрических уравнений с матрицей А порядка 10 с помощью метода грандиентного спуска или метода минимальных невязок Дальше необходимо вывести на экран, ну или в отчет, матрицу А, точное решение, правую часть, начальное приближение, номер итерации и полученные всякие погрешности Это первое задание с помощью этих двух методов Второе задание с помощью метода релаксации это исследовать сходимость в зависимости от параметра релаксации Омега и это тоже все вывести на экран и в отчет Приступим к первому заданию Посмотрим сначала, что у нас есть из констант в классе Я выношу все в константы класса, так как они используются много где И заменив здесь в одном месте, можно поменять в целом лабораторную работу всю И поэтому так намного проще тестировать задачи иные Я сюда вынес размер матрицы N Вынес диапазон, в котором мы создаем элементы матрицы Вынес число итераций максимальное Погрешность ε и массив ω Также здесь есть переменная amount of operations Которая будет хранить в себе количество операций Так как я решил сделать таким образом Хранение количества операций, а не возвращать их из метода Потому что из метода уже возвращается посчитанный x И мы пишем на javi, а не на питоне И тут будет не очень красиво возвращать несколько различных значений Поэтому будем обходиться так Собственно перейдем к методу main В методе main происходит все, само решение Вызов функции, которые это все будут решать Вначале мы создаем матрицу с помощью метода degenerate matrix Этот метод похож чем-то, если даже не полностью На метод из предыдущей лабораторной работы Здесь задаются по условию описанному числам в нижней половине И в верхней половине они симметрично копируются Ну и также диагональные элементы задаются таким условием Как это было указано здесь И перейдем дальше После получения матрицы симметрической положительно определенной Мы получаем вектор accurate x Это вектор, который будет в себе иметь числа от 1 до размера size матрицы То есть это вот это тот самый точное решение x вектор Дальше мы получаем вектор f с помощью перемножения матрицы на вектор x Это обычное перемножение из алгебры Где создается новый вектор И туда суммы записываются произведений Ничего такого сложного Дальше выводим на экран матрицу и f Метод printmatrix просто позволяет вводить красиво на экран матрицу и вектор f с форматированием То есть он никакой логики не носит Просто так красиво выводит матрицу и вектор f Выводим это на экран Выводим точное значение x И выводим x нулевое Так как по условию нам нужно использовать x нулевое одинаковое для всех заданий То мы возьмем например вектор f Можно использовать вообще любой вектор Ну кроме точного, потому что там не будет ни одной итерации Будут совпадать И будем работать с вектором f Просто чтобы передавать меньше параметров И меньше думать о том Как нам сгенерировать такой вот вектор Чтобы с ним работать Теперь же первый метод Это метод минимальных невязок И я покажу немножко теории Которую я подготовил по этим методам Здесь мы можем увидеть алгоритм для метода градиентного спуска И метода минимальных невязок Вначале первым шагом мы должны заиметь матрицу Симметрическую, положительно определенную И x нулевое, то есть вектор первоначальный Вторым шагом мы получаем невязку Ну тут я указал, что эта невязка считается на каждом накатом шаге Но мы получаем для нулевого пока шага невязку Это простое произведение а на x нулевое, которое мы выбрали Минус f Ну так вот в принципе считается невязки Тут комментировать особо нечего Дальше сама суть метода Это получение такого коэффициента Это скалярное произведение Матрицы умноженное на невязку С невязкой И деленное на такое вот скалярное произведение Это для метода минимальных невязок И для метода градиентного Или на скорейшего спуска, как его еще называют Примерно похожий коэффициент Но мы видим разницу, что здесь Только невязка используется Собственно, последний шаг, который и будет являться итерацией Это получение нового вектора x на k плюс первые шаги Где мы отнимаем от x катывая Та умноженное на невязку И так повторяем до тех пор, пока у нас количество операций не переполнится По условию Либо пока мы не получим невязку меньше, чем Эпсилон Ну, невязка сама меньше, чем эпсилон Это то же самое, что и И вот эта вот разность x минус f Так как невязка это x минус f Она тоже должна быть меньше эпсилон И здесь используется такая норма Максимум x То есть максимальная компонента вектор Перейдем теперь к разбору самого метода В этом методе зануляется количество операций То есть при каждом вызове мы будем занулять количество операций И считать их И потом будем их выводить То есть так просто удобнее подсчитывать операции И не захламлять вывод метода Дальше мы получаем метод вектор x первоначальный Мы посчитали, что это f Приняли так И делаем клон массива f Потому что если мы будем обращаться к первоначальному f То мы его испортим Вот так вот работает java Дальше получаем невязку residual С помощью метода getResidual Он работает так Берется матрица AX Берется вектор AX Перемножением матрицы A на вектор X Это уже видели этот метод В самом начале И так вот И дальше отнимается f-et То есть все как указано здесь По компоненту отнимаем f-et И возвращаем это все То есть вот мы получили первую невязку Теперь же в цикле while пока количество операций меньше чем максимальное Либо пока погрешность Пока нормы невязки больше эпсилона Мы выполняем весь ход алгоритма Получаем tau с помощью метода getTau Для данного конкретного метода Тут описано все что было сказано в теории То есть вначале получается A умноженное на невязку С помощью произведения матрицы и невязки Дальше получается A умноженное на невязку И это все умноженное на невязку То есть тоже произведение такое Ну и собственно тут просто описано Произведение то которое нужно для алгоритма Для вот этих коэффициентов tau Вот Это все достаточно очевидно Дальше Мы получаем вектор x Как разницу между Первоначальным вектором x И произведением невязки на tau Сначала посмотрим произведение невязки на tau То есть вектор умножается на число Тут все очень просто Копируем вектор и умножаем его на число И возвращаем Ну умножаем каждый элемент И сабтрект который будет вычислять разность Также копируем вектор И отнимаем от него второй вектор По элементам Тут все очень просто Просто в Java приходится делать вот такие вот вещи Дальше получаем новую невязку По той же формуле getResidual И увеличим количество операций на единицу И все это итерация завершилась И она так будет работать пока не выполнится одно из условий Теперь же выводим просто сообщение Если количество операций превышено И возвращаем вот этот вектор x Мы получили посчитанный вектор x Выведем его на экран Выведем количество операций Выведем погрешность с помощью метода getAcurus Это просто отнимает от точного значения посчитанное И дальше это отношение модуля точного значения Ну точнее отношение модуля погрешности к точному значению Вот это все тоже есть в теории И так просто считается погрешность Вот она указана Выведем это все на экран То что посчитали И находим максимальное среди невязки То есть getMax просто возвращает максимальный элемент в массиве И это все вводим на экран Дальше работает второй метод Метод градиентного спуска Тут аналогично все Кроме подсчета tau То есть считается tau для градиента с помощью формулы Которую я показывал с помощью этого коэффициента Вот для градиентного спуска То есть все остальное аналогично Это тоже вводится на экран И теперь переходим ко второму заданию Это метод релаксации собственно И тут нужно исследовать в зависимости от омеги То есть мы имеем массив омег Как я показал в начале Для которого мы это все исследуем И теперь для каждого элемента из этого массива Мы его выведем на экран Посчитаем с помощью метода релаксации x Выведем количество операций Выведем точность И выведем погрешности всякие разные Как работает этот метод Здесь также количество операций считается нулем Дальше принимаем x за f Как и договаривались И теперь такой цикл Обычный while Но только наоборот do while Где есть те же ограничения Что и были И метод релаксации Опустимся Работает метод релаксации Для этого метода необходима Также симметрическая и положительно определенная матрица Случайный вектор Ну случайный нулевой вектор x И теперь мы для каждого элемента в x В новой итерации Будем считать с помощью такой формулы его значения То есть 1 минус омега Вот для которого мы это все делаем Умножаем на x и t в предыдущей итерации И на вот такую вот сумму Здесь нужно заметить Что у нас первая сумма от единицы до g минус 1 Вторая сумма от g плюс 1 до n То есть тут нигде в сумме не учитывается А и то и то на x и то То есть и то компонента в сумме никак не учитывается Мы не будем делать с помощью двух сумм Мы сделаем с помощью одной Но вычтем вот это все И добавим и то компоненту То есть которого тут вот нету в сумме Сейчас я покажу что я имею ввиду Вот сам метод Здесь мы берем переменную сумму Я буду сумму считать вот эту всю скобочку То есть вначале она равняется f и тому Эта перемена равняется f и тому Дальше для каждого k от 0 до длины Мы будем вычитать матрицу умноженную на этот x Почему мы делаем так Когда тут указаны две суммы Так как мы будем работать с одним вектором x Не создавая новый То просто некоторые it и компоненты Будут уже на k плюс первом шаге Некоторые накатом Пока для нулевой итерации У нас все накатом шаги компоненты Для первой итерации Когда мы ее сделаем Первая компонента будет на k плюс первом шаге И просто такое же произведение будет работать То есть оно расписано Кажется что тут все сложно Но так как мы делаем это все полкомпонентно То все происходит нормально Как и ожидается То есть вычитаем просто все вот эти произведения И добавляем то что я говорил раньше Пропущенную вот эту иту компонент умноженную на x и t Это мы посчитали тут вот скобку суммы То есть вот ее мы посчитали В ту скобку Теперь по формуле x и t Вот это вот посчитанное Равняется 1 минус омега умноженное на x и t То есть оно предыдущее То есть оно переопределяется Перезаписывается Плюс омега деленное на иту компоненту матрицы И умноженное на эту сумму Это описана та формула что я вам показал И тут увеличивается число операций на единицу И так сообщение выводится если количество операций превышено Мы получили значение x и теперь вывели всю эту информацию необходимую И так для каждого омега Теперь запустим программу и посмотрим что у нас получилось в итоге Вначале получилась такая матрица Которая симметрическая и положительно определенная То есть для каждого углового минора будет больше нуля Тут посчитался еще вектор f Точное значение x оно вот такое вот x нулевой это вектор f посчитанный То есть вот они совпадают И дальше вывелось посчитанное значение С помощью метода минимальных невязок Который мы считали первое Как видим оно практически точь-в-точь совпадает То есть вот прошло 52 итерации И точность 2 на 10 минус 11 Это очень высокая точность Ну и точность посчитанная по другой формуле Минус 8 порядка То есть все очень хорошо и метод точно сработал Дальше мы выводили метод градиентного спуска Тут число итераций 50 И такая же погрешность Ну такие же порядки погрешности То есть эти два метода работают примерно на одном порядке Отличие лишь в том что у них разные коэффициенты И в некоторых случаях это может по-разному работать Дальше для каждой омеги мы это все выводили В первом случае омега 0,2 То есть здесь все значения они одинаковы примерно Сама суть это отличие количества итераций и погрешности Но погрешности везде одинаковы Тут минус 11 порядок и степень минус 8 Собственно это и было условием Вот это вот epsilon 10 минус 7 Давайте проанализируем Для омега 0,2 количество итераций 283 Для омега 0,5 96 Для 0,8 46 Для 1,0 28 1,3 31 1,5 51 1,8 1,8 146 Как видим количество итераций уменьшается к значению омега равно единице И возрастает при омега в экстремальных значениях То есть в нуле и в двойке А стоит еще сказать что вот этот параметр омега Он должен находиться в диапазоне от нуля до двух Не включая ни 0, ни 2 Это достаточное условие сходимости метода релаксации То есть при таких условиях что омега от нуля до двух Не включая концы И то что а это симметрическая и положительно определенная матрица Этот метод сходится при любом x нулевом Собственно вот и все что нужно было сделать в этой лабораторной работе Она оказалась очень простой И на этом я буду прощаться Если вы заметили неточность или хотите что-то исправить То можете написать об этом в комментариях Код с этой лабораторной работой есть на гитхабе по ссылке в описании Также теорию я наверно прикреплю тоже куда-нибудь туда Вот для этих методов И спасибо что досмотрели до этого момента Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok